Задача скульптора состоит в том, чтобы взять каменную глыбу и отсечь от нее все лишнее, говорил известный итальянский художник Микел Анджело. Ногайский скульптор Кошелизар Манбетов оживляет не только камень, но и глину, дерево, экспериментирует в декоративно-прикладном искусстве, отдельным пластом в его творчестве лежит графика. Он никогда не сидит сложа руки, говорят те, кто хорошо его знает. Глядя на созданные им образы, сразу понимаешь, откуда автор черпает свое вдохновение. Его неисчерпаемый источник для Кошелик Конготаровича – история и эпос родного нагайского народа. «Золотой кочевник» – так называется эта экспозиция, открывшаяся в день 60-летнего юбилея автора на факультете дизайна и искусства Северокавказской государственной гуманитарно-технологической академии, где Кошелиза Манбетов работает уже более 10 лет. Я специально вот эту юбилейную выставку никому ничего не открываю, просто я один раз ночью проснулся, думаю, буду делать три этапа. Первый, 06-06, именно мое день рождения, будет в академии. Будут только с академией все, которые с нами работают. И второй этап – это только выставка графики, она будет в другом месте. И третий этап – я хотел бы всех художников, всех людей, короче, пригласить в художественную школу городскую, где это Караса, и там назвать всех художников, всех. А сегодня вы, моя семья, мои студенты, кто ко мне пришли, вот я в чисто семейном встречаю сегодня этот день. Спасибо. Творчество Кошелиза Манбетова известно далеко за пределами Северного Кавказа. Специалистами-искусствоведами о нем написано множество положительных рецензий. Виктор творческого развития художника был задан еще в 80-х годах прошлого века, когда он, будучи второкурсником Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Веры Мухиной, начал выставлять свои работы на различных выставках. Теперь уже состоявшийся и авторитетный мастер сам учит студентов. Его главный посыл молодым – умение сочетать академические знания с философией будущего творения. И лишь тогда получится композиция – основополагающая категория для всех видов искусства. Я ни дня не могу жить без композиции, поэтому для меня взять карандаш, ручку, клиент делать. Не смотрите, что где-то руки сделаны, пальцы сделаны. Для меня это мелочи. Мне главное важен образ. Я знаю, что никогда я выше не прыгнул, никогда я выше не прыгнул, афаэльно. И еще раз говорю, обратите внимание на композиционно-состоянную данную работу. Не ищите там каких-то заковыров. Если у кого-то есть сложность и понятия, можно подойти ко мне и спросить. Персональные выставки Кашализар Манбетова побывали во многих городах Северного Кавказа. Монументальные скульптурные работы нашли место и на его родине, в коллекции Дагестанского музея изобразительных искусств и за рубежом – в Казахстане, в Турции. А три года назад Кашалит Ангатарович стал инициатором скульптурного биеннале, прошедшего в столице Карачаева Черкесии. Работы известных скульпторов теперь украшают «Аллею дружбы», «Парки культуры» и «Отдыха Зеленый остров». Нести таким образом искусство в массы Кашализар Манбетов и прочее дальше, считая это важнейшей задачей для повышения общей культуры населения. Вот эти творческие работы, что касается биеннале или симпозиум, других каких-то выстоящих вариантов, они делали от чистого сердца, от души. Поэтому они чисто творческие. Протом там не влияет ни заказчик, никто не влияет. И поэтому хотелось бы в этом городе, тем более у нас в первый раз, когда я делал, я сказал, у нас много камней, много дерева. И вот если будет стоять в городе, представьте, вот дом книги, я вижу цветы там, да, других мест, да, небольших размеров, они даже украсят именно вот Черкесия, именно город Черкесия. И человек может туда прийти, сфотографироваться, просто посмотреть, посидеть. Там надо скамейки рядом залогустроить, осветить. Многие мне говорят, там будут кто-то ломать, кто-то ломать. Я говорю, ну, одну поломают, вторую не будет, потому что мы должны же нести искусство именно для тех, кто приезжает в нашу Черкесию. Тем более, вы знаете, у нас прекрасная национальность, много, да. И каждый будет на свою тему делать, это вообще будет здорово. Руслан Альбутов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.